Друзья, добрый день, Фат на связи. Сегодня хочу с вами поговорить по поводу того, что недавно BBC выпустила фильм с разоблачением известного пророка нигерийского Тиби Джошуа. И можно сказать, что, конечно же, это неверующее, и можно сказать, что все, что пытаются разоблачить христианских служителей, а не других религий, это все правильно. Но в данном случае стоит особо, и вот почему именно поэтому я записываю это видео. Во-первых, я был вторым русскоязычным пастором, который поехал в эту церковь посмотреть, что там происходит. Мне оплатили поездку мои друзья из Англии, и, поехав туда, я смотрел, что Бог действует, происходят чудеса, знамения, люди радуются, то есть церковь умножается, люди любят Иисуса Христа, посвященные, служат Богу. Но были некоторые моменты, которые я увидел как авторитарность, некоторая авторитарность этого пророка, других свидетельств у меня не было. Вот все, что было, это люди спасались, исцелялись, освобождались, и действительно так оно все и было. И я написал статью, в которой мало вопросов у многих, которые спрашивали, вот почему, значит, есть нигерийские пасторы, которые резко против этой церкви. Ну, моя мысль, что, ну, завидует, вот и против. Действительно, любой бы, как бы, на моем месте, он мог так подумать, и другие тоже так думали. И вот эта статья, она помогла многим снять эти вопросы. И, кроме того, мои друзья, значит, спросили у меня, как ты считаешь, кому бы нам оплатить, чтобы он тоже приехал сюда. И я назвал человека тоже, я не буду никого называть. И стали вот эти, осуществляться плановые поездки, и много-много людей из России, там, Германия уже подключилась, Казахстан. Так вот, я вам скажу, я был тем, который открыл эту дверь. Потому что меня спросили, я нашел ключевого человека, действительно, человек стал ключевым, который потом осуществлял эти поездки. Он мой друг, и, ну, ничего плохого в этом он не делал. Потому что все мы не знали, что за всем этим стоит. Ну, не только, может быть, хорошее, но и не очень хорошее. Так вот, что выяснилось, что Тибиджошу, значит, он насиловал учениц, который он собирался всего мира, сексуально, значит, пыткам подвергал, не давал им спать. То есть, по три часа в сутки они спали, они были как рабы, выполняли все его задания. Он отнял их смартфон, и они не имели доступ на свою электронную почту. Они потеряли связь со своими родственниками. Фактически, они стали у него там заложниками. И они, говорят, мы попали в ловушку. И вот в этом фильме, смотрите, почему я верю, что это от Бога. Потому что, несмотря на то, что говорит Би-Би-Си, здесь я слышу только ученику Тибиджошуа. И ни одного журналиста Би-Би-Си в фильме вы не увидите. Это очень важно. И есть такой принцип библейский. При устах двух или трех свидетелей будет верно всякое слово. Сколько свидетелей в этом фильме? Очень много. Очень много. Ну и само Би-Би-Си делало это, свое расследование вместе с другой правозащитной организацией. По-моему, там Open Democracy называется. Они опросили десятки людей, бывших учеников Тибиджош, которые оттуда сбежали. Тех, которые были администраторами, были в каком-то служении. Но потом они все это увидели и оттуда каким-то образом улизнули. Вот я лично знал многих из них и знаю многих из них, которых я вижу в этом фильме. И поэтому, если я вот был тем первым, кто открыл, можно сказать, двери тому, чтобы это служение пришло в Россию, то я хочу быть первым, кто приложит руку, чтобы люди узнали и получили подтверждение вот этой правды, которая была сказана в этом фильме. И в свое, как бы, доказательство я также приведу такой момент. У меня была информация, которую я хранил 10 лет, которой я никому не говорил. Мой друг, который, ну, тоже ездил туда не раз, в эту синагогу, церковь всех наций, так называется, это церковь в Лагосе, он мне рассказал, что ему рассказал другой ученик, которого я тоже знаю. И я его знаю с самой хорошей стороны, потому что он сын моих друзей. И вот этот ученик, он женился на другой ученице Тиби Джошуа, которая была там, может быть, из другой страны, а он из другой страны, они все из разных стран, там и латиноамериканские были, и испаноязычные, и французоязычные, и англоязычные. А вот русскоязычные, не знаю, были или нет. И он рассказал, что когда, значит, они поженились, а свадьбу также я их видел на кассете, родители присылали мне эту свадьбу, она с помпой была устроена в этой церкви, синагогу всех наций. Ну, я сразу скажу, синагога – это не иудейская организация, это их крестьянская организация, крестьянская церковь. И вот на этой свадьбе, значит, Тиби Джошуа за них молился, благословлял их, а потом жена рассказала мужу, когда они уже стали мужем женой, она ему рассказала, что он, Тиби Джошуа, ее сексуально домогался. После этого они разорвали отношения с этой церковью и уехали уже в свою страну, в страну одного из супругов, где до сих пор живут. И я никому это не рассказывал, потому что 10 лет прошло почти, и у меня не было никого из свидетелей того, что я знал. Я вынужден был хранить этот груз. Это принцип, друзья, что если ты знаешь информацию и нет подтверждения, ты не имеешь права распространять это. Но есть другой принцип, что свидетельство двух или трех будет истинным. Это библейский принцип. И особенно важно, чтобы свидетельство это было детей божьих. И вот все, что я вижу в этом фильме, я не слышу ни журналистов BBC, ни кого-то другого. Я слышу только учеников Иисуса, тех, которые сами стали жертвами насилия с его стороны. Там по несколько абортов они от него делали. Там был абортарий устроен. То есть жестокие пытки он им устраивал. Там бил кнутом с их слов. И я им верю, потому что это не один человек. И там не только сестры, но и братья тоже свидетельствуют. И это не один десяток человек. Если вы им не верите, то кому мы верим? Мы можем поверить только тем, которые сегодня стали правоприемниками этого служения. И, понятно, они будут всячески его защищать. Так вот, я вам хочу сказать как пример, что были два крупных падения на Украине, двух служителей, после чего вскрылось, что они были замешаны в разных махинациях и также в сексуальных грехах. Кто-то там в пьянстве, еще в чем-то. И поначалу все апологеты как бы их защищали. Да и доиспор защищают. Но по мере того, как факты все больше скрывались, они все больше умолкали. Но защита вначале была очень активная и очень дружная. И вот это то, что я сейчас вижу. Сейчас выпускаются ролики. И, ребята, на самом деле, я ничего не хочу сказать в их сторону, в камень, в их огород. Такой, как, ну, там есть служитель Гарри, служитель Крис и другие служители, которые были, фактически, они были пятью самыми доверенными учениками Терри Беджошу, которые жили у него на пятом этаже, там, в пентхаусе. И они жили отдельно. Например, Гарри говорит, что не могло быть такого, чтобы он водил себе вот этих учениц и с ними совершал вот эти сексуальные действия. Потому что мы все время находились при нем. Но в фильме, но Гарри не смотрел фильм, видимо, потому что в фильме другой, такой же приближенный, бывший, который говорит, что он запирал нас в комнате и громко включал телевизор. И говорил, спите. И мы вот ложились на пол, такой жесткий пол, мы там лежали и старались уснуть. Но поскольку телевизор громко работал, уснуть было невозможно. И, например, я однажды вот в чель туда заглянул, я видел там женские босые ноги, его ноги. Вот. И я, говорит, у меня возникли подозрения, что он делает. Друзья, там всякие ужасные подробности, которые просто вот не хочется рассказывать сейчас. Ну, неприлично нам даже рассказывать это, друзья. Неприлично. Но какие-то вещи нужно сказать. Потому что пришло время суду Дома Божьего. Двадцать четвертый год будет годом разоблачения. Небесная метла пришла с неба. И Бог будет мести этой метлой. И те, которые защищают, не все, не все, но есть те, которые защищают, защищая обманщика, они сами становятся обманщиками. И, возможно, они защищают то, что имеет тоже какую-то подоплеку. Поэтому нужно быть осторожными в том, что если вы слышите такие фразы, не трогай помазанника, мы же тоже это слышали. В отношении тех людей, которые казались лжеслужителями, друзья, лжеслужителями. Тебе, Джошуа, знали, девять президентов его посещали. Они спрашивали его совета, его пророчеств. Он за них молился, возлагал на них руки. Девять президентов, один премьер-министр, члены правительства Израиля, в том числе Израиля и других государств. То есть это была крупнейшая фигура. Его падение – это крупнейшая катастрофа, друзья, крупнейшая катастрофа в теле крестовом за все существование христианства. Это самая крупная катастрофа. И мне это говорит о чем? О том, что действительно пришла новая эпоха. Мы входим в что-то очень необычное. Очищение будет происходить во многих странах. Бог будет мести метлой. Вскрылось также недавно. Помните, мы все так любили Айхоп? 24-часовая молитва круглосуточная. Поклонение, такие проповеди о любви Божьей. Майкл Биккл нам был так глубоко всем симпатичен. Выяснилось, что такие тоже сексуальные грехи за ним стоят с прихожанками. Друзья, когда в центре служения стоит один человек, это неизбежно этим заканчивается. Когда нельзя ставить на пьедестал человек, нельзя делать идола, нельзя следовать за человеком, следовать надо за Господом. Надо слушать людей. Бог поставил в церкви апостолов, пророков, евангелистов, пасторов, учителей. И надо их слушать. Так говорит Слово Божие. Но у вас есть фильтр Дука Святого. Сказано, у вас есть помазание Дука Святого, которое учит всему, и оно истинно не ложное. То, чему оно вас научило, оно вас научило в том пребывать. Это означает, что когда вы слушаете других людей, вы должны слушать через то, что говорит Дух Святой. Когда Он дает вам красный свет, вы должны к нему прислушиваться. Вы не должны перешагивать этот красный свет под предлогом того, что это же помазанник. Ну, как же Он мог сказать неправильно? Нет. Он не может. Я не Его уровня. Друзья, вы уровни Иисуса Христа. У вас есть разум Христов. Вот. Я просто хочу сказать, что я верю во все эти вещи. Я верю, что сейчас будет много защищающего этого, потому что будут люди понимать, что крушение будет очень большое. За этим будет стоять крушение других служений. Но оно неизбежно, друзья. Потому что, действительно, если мы говорим, что придет глобальное пробуждение, то оно придет не в таком виде, какой сейчас происходит. Когда люди поклоняются своему лидеру, можно сказать, делают его гуру, он все, что он ему говорит, они в это верят, и они просто его обожают и так далее. Ну, я не говорю, что это только в прецентантизме, ну, и католическая церковь, как бы вот посмотрите, там папа непогрешимый с папой, допустим, да? Вот. Не буду брать другие церкви. Везде все одинаково. Поэтому, хоть Бог и установил лидерство в церкви, но эта власть должна быть, знаете, какой? Павел говорит, я мог прийти к вам с важностью, как апостол Христов, но был тих среди вас, подобно, как кормилица, нежно обходится с детьми своими. Поэтому вы говорите, вот в личном присутствии я слаб, и речь моя незначительна. Видите, то есть, по-внешнему апостолы Иисуса Христа, они не были такими, как сегодняшние, которые при свете софитов срывают аплодисменты, и все встают в их присутствие, и к ним страшно подойти. Они говорили, мы вообще-то как прах попираемый. Первый апостол говорит, мы как ссор для мира, мы грязь для мира, мы позор для мира. Они считают нас позором. То есть, мы под гонениями, мы под ударами, а здесь все наоборот. Вот как такое могло произойти? Я думаю, что корни этого есть. Были ли эти чудеса истинные? Вот, друзья, я ничего об этом не буду говорить, я просто хочу сказать, что есть принцип библейский, библейский принцип. Таких чудес, какие ты делаешь, никто не может делать, если с ним не будет Бог. Сказал Никодим Иисусу Христу. Вот, я сам видел, как кромые встают, слепые видят, глухие слышат. И Иисус сказал, и вот если вы это видите, то блажим, кто не соблазнится обо мне. То есть, другим словами, если вы скажете, что это от сатаны, вы соблазнились, если вы видите, что глухие слышат, а слепые видят. То есть, мы не должны давать сатане слишком много возможностей. Если бы я сказал, что это были чудеса не от Бога, я бы приуныл в осознании, что, оказывается, дьявол так много совершал, а Бог ничего не делал, потому что это было крупнейшее служение в мире, служение вот этого человека. Вот, что за этим стоит? Господь говорит, смотри, я взял вавилонскую власть и наказал мой народ за непослушание. Это был царь Навугоднасов, который наказал Израиль. И он говорит, почему я не могу взять сегодня тоже вавилонскую власть, потому что СМИ – это четвертая власть, и тоже не накажу народ за непослушание. Я не изменился. Бог заставит ослицу говорить. Бог заставил Кира, взял его за руку и говорит, ты мой помазанник, иди, я тебя использую. Совсем он не знал Бога. Персидский царь Кир, Бог назвал его помазанником. Богу ничего не стоит использовать в BBC. И для меня факт тот, что это именно Бог использовал, то, что там BBC нигде не светится, оно просто предоставило микрофон, потому что у него большая аудитория. И мы нигде там не видим мнения BBC. Нигде никакого мнения BBC в фильме нет. Может быть, какая-то манипуляция есть, что типа чудеса там может быть ложные. То есть они же тоже не верят в чудеса. То есть, например, человек говорит что-то и тут же показывает изгнание бесов. Типа вот изгнание бесов тоже плохое. Вот. Поэтому не надо мазать все черной краской. И вот смотрите, мое такое понимание. Если вот чудеса, которые были направлены на то, что люди приходили к Богу, Бог говорит, какой выкуп ты дашь за душу свою, если даже весь мир приобретешь. И потом, смотрите, вот если это чудеса не от Бога, то тогда вот стих, кому принадлежит такой стих, где Иисус говорит, вот потом, когда будет суд, вы скажете, не моим ли именем чудеса творили? Здесь это было? Было. Не моим ли именем пророчествовали? Было. Было. Не моим ли именем бесов изгоняли. Здесь было это очень много. И он не скажет, подождите, подождите. Это не мои чудеса были, поэтому отойдите от меня. Это не мои. Вы ошибаетесь. Он не так будет аргументировать. Он скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть, несмотря на то, что это происходило, у вас была двойная скрытая жизнь. И вам нет никакого оправдания в этом. Вот пророк Иезекииль говорит, слова Господа, он приводит, что Господь говорит, если праведник отступит и будет делать неправду, то все праведные поступки ему не вменятся в праведность. То есть, они никак не оправдают его. Вот моя мысль такая. Я можете рассуждать тоже, я не претендую, что я вот прав на 100%. Вот если чудеса, которые человек делал именем Иисуса Христа, и люди спасались, исцелялись, и потом они служили Господу, любили Господа, то в какой-то степени эти чудеса могли быть даже ложными, не в том смысле, что их не Бог делал, а в том смысле, что сатана ими прикрывался. Вот. Вот подумайте над этим. То есть, ложный, потому что сатана ими прикрывался. Потому что, в принципе, сатана, он сам помазанный херувим. Откуда он силу-то получил? Первоначально. Господь говорит, херувим помазанный. Вот хотел, значит, выше звезд вознести престол, сесть среди богов, стать подобен всем вышнему, но ты низвержен. Поэтому, как он был помазанный, так он знает секреты действия в силе. И поэтому не надо обольщаться, не надо все мазать либо черной краской, либо белой. И самое главное, то, что здесь говорят ученики и их свидетельство истины, потому что это свидетельство многих учеников, которых я лично знаю. И я говорю, что также у меня есть свидетельства дополнительные, которые я нес в себе больше 10 лет, зная, что тебе, Джошуа, был повинен сексуальных домогательств уже тогда. В общем, делайте выводы, друзья. Не разочаровывайтесь Боге, чтобы потом не обидеться на Бога. Не делайте себе кумиров. Следуйте только за Господом. Это очень опасное время. Время обольщений, время лжекрестов и лжепророков. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok